Международный фестиваль боевых искусств Кубок Равноапостольного Николая Японска в округе Пушкинске стартовал 19 февраля. Фестиваль посвящен святителю Николаю. Он более 150 лет назад прибыл из России в Японию, где началось его служение, в результате которого в Японии возникла церковь, насчитывавшая более 30 тысяч человек. То, что совершил святитель Николай, является практически беспрецедентным в мировой практике миссионерства. Именно поэтому в фестивале открылись гимны в двух стран. Данный фестиваль охватывает более 14 направлений спортивных единоборств, боевых искусств. В нем принимают участие дети от 10 лет и старше, по 14 дисциплинам, принимают участие более 49 регионов. Организатором фестиваля выступает Российский союз православных единоборцев при поддержке Министерства спорта. На торжественное открытие пригласили представителей спортивных комитетов Госдумы и Мособлдумы, Патриаршей комиссии по спорту и местной администрации в лице главы округа Максима Красноцветова. Фестиваль начали с борьбы с УМО – самой японской дисциплины. На ДОХО вышли бойцы. Представители российских клубов поборолись за первое место в соревнованиях. Мы каждый год здесь покупаем. Эти соревнования перед чемпионатом России были проверочкой для меня. Я, как видите, выиграл и буду дальше готовиться. Через 8 дней у меня чемпионат России. Буду тренироваться, чтобы выиграть золото в следующий раз. После соревнований провели шуточные показательные выступления с воспитанниками секции пара-карате. С Абдурахимом на ДОХО вышла Вероника Аникеева. Это уже стало доброй традицией открытия фестиваля. Детям с ограниченными возможностями здоровья важно понимать, что они полноценные члены общества. Ребята долго готовились к выступлению. Их тренер – организатор фестиваля по совместительству. Самое главное отец Кирилл хотел доказать и показать всем гражданам, что существует такая категория детей, которым необходима помощь и поддержка. И, конечно же, взаимное понимание, уважение и любовь, потому что мы знаем, что не каждый из нас готов принять такого ребенка. На фестивале в этом году представлено 16 видов спорта. В день открытия помимо сумо и карате провели состязание в дисциплине «Современный мечевой бой». Она представляет собой поединок с применением безопасных имитаторов средневекового клинкового оружия, спортивного мяча и спортивного щита, изготовленных из мягких полимерных материалов. Сборная Урала представила эту дисциплину. 70 человек из Кургана, Тюмени, Екатеринбурга приехали в Пушкино. В первый день прошли командные бои младших ребят. Вообще я сначала был запасным, то есть меня могли заменить. А так мы бились и добились того, что заняли первое место. Ну, а больше всего нам помог Егор, потому что это он в последний момент не потерял жизни и придержался. Одна из задач фестиваля – дружба народов республик. Несмотря на политические моменты, спорт призван примерять стороны конфликтов и учить дружбе. «Приезжают спортсмены из Приднестровья, приедут в ближайшие дни, из Донецка, Луганска. Мы понимаем, что это непризнанные республики, но для нас они являются родными людьми. Приезжают ребята с Украины и вот это вот единение в спорт вне политики – это очень важное состояние, когда дети, взрослые встречаются на татами, выясняют какие-то отношения в нормальных условиях, когда они соревнуются друг с другом, показывают то, с чему научился за последний год. Это очень важно, потому что вот это единение, они уезжают друзьями». Всего на фестивале «Свои силы» испытают три с половиной тысячи участников из 49 регионов России. Закроется он 27 февраля. Удачи и побед спортсменам! Анастасия Спилина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа.